Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, дорогие мои, мы, наконец, вступаем с вами в празднование переживания события, которое стало началом новой эры, нового огромного этапа и в жизни израильского народа, ибо с него началось благовестие о Едином Боге и в жизни людей всего мира. И вот на землю приходит тот, о котором автор послания к евреям говорит, что Бог многократно, многообразно говоривший из древле отцам пророков, через пророков некоторые отрывки, из которых мы читали сегодня на богослужении, к последней дни сии, то есть последней для них, в то время, когда живет автор послания, говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил, Сына, через Которого сотворил все. Послание к евреям удивительно перекликается с Евангелем от Иоанна, которое начинается замечательными словами, которые мы с вами читаем на Пасху. Вначале было слово, и слово было от Бога, и слово было Бога. И прежде Него ничто не начало быть, что начало быть. Как и читаем книгу «Бытия» в ряде чтений по Риме, чтений из Ветхого Завета. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля ж была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот это и сказал, вот это слово, оно и воплощается, и становится человеком, подобным нам. И это слово мы призваны вникать и по нему жить. Это великое дарование, когда человечество в своем развитии подошло к такому моменту, когда хотя бы немногие могли это слово услышать, воспринять, начать по нему жить и нести его, всем-всем людям. Событие одновременно грандиозное и очень-очень умоленное. Возвещается, как это неудивительно, самым простым людям, пастухам. Так же, как и в наше время. Пастухи тогда были людьми, так сказать, такого самого простого занятия. Как бы нас сказали, нам сказали, вот человек, ну что он там пастух, там что-то все. Какое-то самое низкое положение такой иерархии общественной. И вот ангелы переходят именно к ним, начиная с самых простых людей. Нередко бывает так, что именно самые простые люди оказываются чуткими к Слову Божьему и хранят его в своем сердце. Мы это очень хорошо знаем по советскому времени, когда именно простые люди в своей вере сохранили веру в Бога. И редкие-редкие, одаренные, высококультурные люди, такие как отцы Алексея Сергея Мечева и другие люди вокруг них, родители отца Александра Меня, эту веру восприняли. А так был самый простой народ, как говорили бабушки, спасали церковь. Подъявляется этим пастухам великое воинство, невероятно радостник, невероятно ангелы, свет небесный среди ночи, когда они стерегли свои стада. Они даже испугались, и вот ангел говорит им очень важные слова. Не бойтесь, не бойтесь. Одно из самых частых слов в Библии, чтобы вы не боялись Бога. Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо родился ныне вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Радость, которая будет всем людям. Возвещаю это слово по-гречески евангелисаме, уже звучит название Евангелия, радостная весть. Будет всем людям, не только им, а всем людям земли. И родился в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь. Спаситель – вот это слово, которым именовали императоров, так сказать, знаменитых начальников. И здесь намек на то, что настоящий это Спаситель – это вот Он. Хотя Август действительно навел вроде порядок в Римской империи, но, как мы знаем, такой порядок всегда ненадолго. А вот Иисус приводит мир, который объемлет всех и вся, начиная с наших сердец и кончая всем миром. И вот, говорит, удивительно. Вот вам знак, то есть что-то необычное. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Ясли – это кормушка для скота. Именно из Евангелия в этой культуре нашей родилось, что ясли мы обозначаем такое место, где в детском саду, куда приносите младенцев, даже грудных ясли. Это, конечно, всем необычное. Приходит Бог, так грандиозно является самым простым людям, а умерен является вот так умоленно. Не нашлось им места в гостинице. Места для Бога не нашлось. Но при гостиницах бывали такие загончики для животных, осликов, там, овечек, с которыми люди путешествовали. Люди останавливались в гостинице, а вот этих овечек, осликов отводили в такой загончик для скота. И вот там только и было место для родившегося слова, которым творился мир. В яслях для скота. И так необычно. И вот это сочетание этой грандиозной ангельской вести о пастухам, которая их напугала. И такая необычная, очень простая, умоленная вещь. Младенец-то будет в кормушке для скота. Они так удивились и пошли скорее. Вифлеем был поблизости. Увидели, что такое, что Господь возвестил нам. И действительно находят и младенца, Мария и Иосифа. И сказали о той грандиозной торжественной вести, о которой возвестили ангелы. И для Марии это было подтверждение ангельских слов, сказанных во время Благовещения. Наш престол, по свящему Благовещению. Сын, который ты родишь, который от Духа Святаго, его престол будет стоять вовеки. И вот это происходит и одновременно грандиозно, ангелы на небе, и очень умоленно, вот это закончик для скота на земле. И это так важно, чтобы это родилось и в нашем сердце, чтобы мы восприлили и то, и другое. И чтобы в нашем сердце нашлось место для родившегося Слова Божия. Аминь.